Потерпевшая прячет под платком свои шрамы. Среди бела дня подсудимый вбежал в магазинчик на Норильской и истыкал грудь и лицо женщины с заточкой, не выдвигая никаких требований. Орудуя предметом, похожим на нож, а именно металлической пластиной, которая была заточена определенным образом, начал наносить удары этим ножом продавщицы этого торгового павильона. Сама продавщица оказалась не робкого десятка, которая, вооружившись монтировкой, дала определенный отпор нападавшему, но в то же время на помощь подоспели сотрудники полиции. Напавшему только это и надо было. Полицейским он сообщил, на преступление пошел, чтобы попасть за решетку. Только что освободился из колонии, 18 лет отсидел за двойное убийство и отвык от нормальной жизни. Говорил о том, что у него возникла депрессия, поскольку он не получил деньги на работе, за работную плату. Он не смог каким-то образом социализироваться. Решил, совершив эти преступления, вернуться в места лишения свободы. Подсудимому предъявили обвинение в хулиганстве, умышленном нанесении легкого вреда здоровью, с использованием холодного оружия и угрозу убийством. Теперь пробыть на казенном пайке ему предстоит лет пять, как минимум. Случаев, когда осужденный, освободившись из мест заключения и не сумев адаптироваться на свободе, так и рвутся назад, к сожалению, хоть отбавляй. В криминальной среде таких людей называют пересидками. Но самое большое возмущение вызывает тот факт, что этот человек выбрал слишком кровожадный способ для достижения своей цели. Ведь не окажись в тот день поблизости полицейского, дело могло принять совершенно другой оборот. Если он, допустим, хотел похулиганить, мы считаем, что он мог просто разбить, допустим, витрину, а не ее калечить и причинять ей вред здоровью. Ей очень тяжело пришлось этот период, она очень переживала, она сильно испугалась, она считала, что он вообще пришел ее убивать. Женщине теперь необходимы дорогостоящие косметические процедуры по удалению рубцов. Пострадавшая потребовала у обидчика возместить ей моральный ущерб в размере полумиллиона рублей. Елена Еговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.